всем привет меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube и сегодня я хочу поделиться с вами тем как я сходила на выставку исторического костюма выставку костюмов эрмитаж и костюмов царской семьи в исторический музей на прошлой неделе выставка только-только открылась и я с подругой пошли в исторический музей на выставку этих собственных костюмов честно говоря я не читала о чем там будет выставка моя подружка меня позвала и я с радостью туда вписалась и побежала и я честно говоря когда было заявлено в описании что эта выставка костюмов 18 20 веков я подумала что это выставка именно вот ну рабочего класса скажем так одежды какой-то такой простой и никакого эстетического скажем так удовольствия я там не получу а получу лишь удовольствие скажем так историческое как знание как одевались люди чтобы как как-то провести параллели с тем что люди носят сейчас и понять вот эту цикличность моды но когда я пришла на эту выставку и надо сказать что она проходит не в здании исторического музея где вход прям накрать напротив красной площади не напротив а прямо на самой красной площади а вот прям на выходе из метро театральная вот этот вход не перепутайте и еще один лайфхак то что если вы покупаете билет на выставку по времени то есть у вас будет билет с экскурсоводом во первых подходите к своему времени вам не нужно стоять огромную очередь которая там ну честно говоря ну правда гигантской и людей пускают ну только тогда когда выйдут предыдущие а выставка но если там не просто пробежаться по всем залам и как-то бегло осмотреть а прямо именно пытаться вникнуть в то что там представлена она занимает наверное часа два так вот берите билет за 900 рублей с экскурсоводом не пожалеете это прям супер интересная информация так вот что мы там увидели на выставке представлены костюмы царской семьи и приближенных марии федоровны в основном это мать последнего царя и собственно на примере ее нарядов собственно вся выставка и выстроена и надо сказать что мария федоровна она была конечно модница еще та и даже несмотря на то что в ее век было скажем так в почете некий царский минимализм то есть если у елизаветы было около пятиста по моему если память не изменяет нарядов за всю ее жизнь и сохранилась то марии федоровны было около 150 и потому что она экономила она старалась неким образом сэкономив свой бюджет на платьях на нарядах потратить часть денег на благотворительность и благотворительностью она занималась и в россии и на своей родине европейской но что интересно если сейчас мы комбинируем скажем так брюки с блузками в общем низы с верхами то мария федоровна была одной из первых кто ввел эту моду на вот такие скажем платья трансформеры то есть чтобы сэкономить мария федоровна дело к платью один не с одну юбку и два верха на вечер такой прям открытый красивый богатый дорогой а второй попроще для визитов для дневных каких-то мероприятий и вот таких платьев у нее было достаточное количество тем самым она показывала что она ведет экономный образ жизни и казну скажем так не растрачивает и на тот момент платья у нее стоили ее наряды стоили где-то 400 600 рублей это при том что годовое жалование обычных людей было около 40 рублей она в целом на императрицу полагалось 200 тысяч рублей в год на и ну скажем так на ее жалование и вот она экономила свое жалование и где-то 40 процентов от этого жалования она тратила на наряды все остальное старалась тратить на благотворительность это конечно меня очень поразило и я прям вот в диком восторге было от того как царская семья разумно и осознанно подходила собственно к тряпочкам к вещичкам и я очень разделяю их мнение поэтому у меня очень много таких комбинаторных вариантов одежды и я когда работаю с клиентами собственно тоже стараюсь сделать такой капсульный гардероб вариативный который все где все друг с другом сочетается можно носить и в пир и в мир и в добрые люди и на работу и в будний день и в общем таким образом экономится бюджет экономится время и не нужно сильно заморачиваться с тем а что же мне надеть сегодня казалось полный шкаф надеть ничего вот когда происходит именно такая комбинаторика и большое количество вещей которые друг с другом сочетается как кубик рубика как конструктор лего очень классно можно собирать свои наряды и всегда выглядеть стильно и здорово так что я вам очень советую посетить выставку она по-моему идет дом середины мая выставку на красной площади про костюмы восемнадцатого девятнадцатого века и сами убедиться в том многообразие и интересности элементов костюма которые представлены мой конечно фаворит это платье уже невестки марии федоровны свадебная серебристая она была вышита сшито из серебряной парчи то есть парча из серебряной нити и на нем были узоры прямо такие вот скажем так объемные то есть это не вышивкой это вытканные объемные узоры из серебра которые из которых была сделана собственно ткань для свадебного платья сейчас как поведала экскурсовод не знают как сделать такого вида ткань и вот даже дизайнеры дома то ли гуччи то ли диор я могу заблуждаться сказали именно об этом платье что вот мы сейчас бьемся над тем как же сделать эту такого вида ткань а рукодельницы царской россии знали делали практиковали так что обязательно посетите выставку очень рекомендую очень вам понравится и с исторической точки зрения тоже для себя много нового узнаете с вами была анна кафырина всем хорошего дня пока пока